Ну что, друзья, всем огромный привет, всем доброго времени суток, меня зовут Мишаня, мы сегодня по-прежнему продолжаем играть в МТА на проекте CCD Planet, это сервер номер 2, я вас всех приветствую. Сегодня, парни, у нас, вообще, как вы можете наблюдать, на заднем фоне находятся две интересные машины. Первая, это GTR, которая бросается в глаза, и все, наверное, знают, что это автомобиль Булкина. В общем-то, друзья, кто не смотрел вчерашний стрим, обязательно перейдите, посмотрите, я сейчас вообще более всего подробно расскажу, что это за GTR, откуда он у меня и тому подобное. И сзади меня, как бы, стоит Гелик, как бы, Гелик тоже, как бы, интересный, как бы, ну, это мой, если что, Гелендваген, я никакой не покупал, мне ничего не дарили, вот. По поводу него я сейчас тоже расскажу, перед началом видеоролика я хотел бы сказать огромнейшее спасибо, это Дриксу, за то, что он мне подарил 555 тысяч рублей наличными, ВАЗ-2108 на номере УАХ-34, также ВАЗ-2107 с номером ВВВшки-363. Дрикс, тебе огромнейшее спасибо, огромнейший тебе привет, передаю привет Элегантну, это мой, в общем-то, зритель, это мой подписчик канала, просил передать ему привет, тебе большой привет. Привет, также, друзья, получается, Артём Мэджик, тебе спасибо за лям 850 тысяч, а также спасибо Атакеру за БМВ, мотик БМВ, держу в курсе, как бы, новый, спасибо тебе, брат, привет тебе, прям вообще от души. И Артём Мэджик мне также, ребята, подарил лям 850, как я уже и сказал, и вот этот вот, ребята, GTR. Я вот не хочу сейчас на Гелик поворачиваться, потому что Гелик, правда, как бы, интересная там машина, потому что, блин, я, честно, очень долго мечтал об этом, но она ещё не доработана. Мне кажется, там ещё некоторые детальки нужно доделать, но мы с вами обязательно это сделаем, доделаем, всё сделаем по красоте. В общем-то, вот такой вот, ребята, GTR-чик, сейчас я к нему тоже перейду. И, получается, есть такой человек, как Номинал, вроде так, у него ник, вот, если честно, не ошибаюсь, давайте мы их даже хут откроем, может быть, он на сервере, я вам его покажу. Да, вот он, Номинал, спасибо тебе огромное за то, что ты взялся, причём за бесплатно, и ничего взамен не попросил, и сделал мне винил, который я хотел. В общем-то, это мой Гелендваген G500 с уникальным винилом, ребята, Мишани, в общем-то, это логотип моего канала, это, в общем-то, Сова. Да, конечно, он здесь немножечко сову, а хотя нет, в принципе, здесь всё нормально. Он, в общем-то, взялся, ребята, серьёзно, за бесплатно, ничего у меня не просил, я говорю, Номинал, мне нужен винил, вот, мне нужен, получается, красный гелик с чёрной крышей, с чёрными арками, с логотипом моего канала на капоте, по бокам Мишани, и он даже немножечко доработал. То есть, он здесь добавил, получается, вот такую вот сову, как бы, здесь он маленький логотип сделал, как бы, знаете, ну, сдалека, как бы, примерно, ну, прикольно выглядит. Как бы, немножечко с косичками, конечно, вблизи, но, блин, парни, Сова, как бы, там тоже, как бы, есть пару элементов сложных, поэтому, в принципе, здесь ничего страшного, конечно. Также, ребята, он здесь поместил, получается, на задней крышке, получается, запаске буковку М с короной, как бы, ну, Мишин, теперь придётся, как бы, немножко зазвездиться, ну, как бы, королевская тачка, в общем-то. Это, если что, недоработанный проект, возможно, номинал посмотрит эту серию, возможно, ребята, после этой серии мы сейчас, наверное, с ним снова спишемся, если он посмотрит, конечно, серию, конечно. Но я жду всё равно тебя в комментариях, также, как бы, и ВКонтакте. Обязательно мне отпиши, мы обязательно с тобой ещё кое-что замутим, я за это, если что, заплачу, как бы. А, вот, получается, ребята, вот такой вот гелик у нас получился, от 1 до 10, просто оцените в комментариях, он ещё недоработанный. Я, конечно, хочу ещё немножко его доработать, хочу немножко эффектов добавить, как бы, на саму машину, потому что немножко выглядит, как бы, сыровато, вот. Я считаю, потому что нужно добавить какие-то эффектики ещё, как у меня на аватарке. Думаю, как бы, аватарку вы все видите, она, как бы, есть у нас на канале, оформление, как бы, правда классное, мне оно понравилось, и, как бы, я думаю, даже вот с таким логотипом мы, как бы, и дальше пойдём. Вот, мы сейчас, наверное, даже попробуем заехать, ребята, в винильную, попробуем сделать какой-то винил, ну, самим, как бы. Нужно будет в любом случае это попробовать, сейчас мы, в общем-то, заедем и, как бы, перейдём к гелику. А по поводу GTR, ребята, Артём Мэджик мне подарил, получается, этот GTR, ну, для тех, кто, как бы, шарит, это GTR Булкина, то есть, как бы, он выпадает с кейсов, сейчас это очень редкая машина, конечно, напишите, опять же, в комментариях, может быть, она тоже у кого-то имеется. Будет, опять же, очень интересно почитать, посмотреть вообще, может быть, правда, у кого-то уже есть даже такая тачка. Вот, обязательно напишите в комментариях, но сейчас за эту машину, как мне вчера на стриме сказали, дают 11 миллионов. Как бы, Артём Мэджику давали даже и 15. Ну, слушайте, я её продавать не хочу, потому что мне нравится стиль этой машины, а я здесь добавил, получается, тонировочку в фулл. Ну, да, и, как бы, я ещё тот колхозник, немножко рамочку тут изменил, цвет дисков, шины. Блин, ну, считаю то, что это очень крутой подгон. Блин, правда, очень красиво. И, в общем-то, давайте мы, ребята, сейчас перейдём, наверное, к гелику, потому что геликом я, получается, хочу заняться ещё. Ну, потому что просто красный, как бы, это красиво. Как бы, в принципе, да, вот это винил мой, он, как бы, красивый. И, по сути, вроде как, до него, ну, как бы, ну, для него ничего не нужно ещё добавлять. Но, на самом деле, хочется ещё чуть-чуть добавить спецэффектов, так скажем. Какие-то, получается, вот такие вот жёлтенькие у меня есть по типу искр, вот на аватарке. Давайте даже попробуем что-нибудь добавить. Это, вот, получается, идёт... Так, давайте мы сначала присмотримся. Вот, вот такие вот штучки у меня есть на маши... Ой, на машине, на аватарке. И они, ребята, в таком, знаете, более оранжевом, наверное, цвете. Давайте мы, наверное, сейчас цвет попробуем поставить, такой более оранжевый. Да, вот такой вот. Получается вот так вот. И яркость, получается... А, ну, кстати, можно яркость даже не изменять. Можно даже вот так вот оставить. И теперь мы, получается, ребята, копируем этот слой. Добавляем его, например, сюда. Кстати, ребята, мы, может быть, даже сами сейчас его и сделаем, да? Мне кажется, да. Мне даже, кажется, номинал не надо будет писать. А потом, получается, копировать, добавить куда-нибудь сюда. Не будем тоже, ребята, лепить. Так, понакидаем, чтобы, как бы, ну, просто смотрелось. Так, копировать. Добавим, мне кажется, сюда, да? Вот так вот рядом с совой. Копировать, получается, сюда. Вот, будем, как бы, делать тоже еще примерно все в разброс, чтобы это не казалось то, что мы налепили. Это просто так. Сюда добавим, почему бы и нет. Копировать сюда добавим. Да, вот так вот примерно. Не будем на белые детали тоже, как бы, выдвигаться. Хотя он, кстати, белые детали тоже, смотрите, подчеркнул. Я, кстати, только это сейчас заметил. Или этого не было? Так. Не помню, что-то было или нет. Ну, ладно, если что, закрасим. Так, получается, копируем... А, нет, сюда мы добавляем. Копируем, кидаем сюда. Копируем, кидаем сюда. Копируем, кидаем сюда примерно. Копировать, кидаем сюда. Так, что-то я еще, мне кажется, как попугай буду повторять просто. Поэтому давайте я просто буду кидать вот так вот. Также копируем сюда, мне кажется, да? Можно влепить. На черную крышу, наверное, не будем выдвигаться, да? Потому что зачем оно нам надо? Или можно будет выдвинуться? Или это будет не очень красиво, мне кажется? Так, ну ладно. Если что, ребята, какие-то свои предложения тоже напишите в комментариях. Мне, опять же, будет очень приятно, если вы мне тоже поможете. Ну, можно сказать, немножечко как бы в разработке этого винила. Потому что вот эти вот, получается, искры. Да, это искры у меня, получается, на аватарке. Они у меня есть. И на винильной, получается, ну, на машине винильной. Я тоже как бы хочу, чтобы это здесь присутствовало. То есть, такие небольшие, так скажем, сверчки. Такие искры. Искорки, которые разлетелись вот так вот по тачке. Я вот хочу, чтобы они здесь присутствовали. Надо их по минимуму как бы тоже поставить. Я надеюсь, что я уже не переборщил. Потому что, ну, не особо хочется как бы портить сам винил. Но если что, ребята, тоже в комментариях, как бы, вы вот со взгляда, как бы, зрительского. Тоже напишите в комментариях. Зря это не зря сделал. Потому что, опять же, мне вот интересно, чтобы моя машина, она смотрелась и запоминалась, так скажем, вам. В первую очередь, вам. Вот. Это для случая даже фейков. Потому что фейки по серваку разводятся. Нужно, как бы, немножечко, мне кажется, отличия внести. И, как бы, немножечко узнаваемости. То есть, вот такие вот мы эффектики, так скажем, с вами пододобавляли. Опять же, не знаю, ребята, насколько это лишнее или не лишнее. Но, в принципе, немножечко, как бы, внесли. И это, как бы, вроде как, блин, смотрится. Слушайте. Но не хватает, наверное, еще. Знаете что? Давайте добавим еще каких-нибудь эффектиков. Потому что, у нас, как бы, на аватарке они есть. И, получается, есть. Так, у нас. Так, а если вот эти линии попробовать внести? Вот. Если просто попробовать, как бы, что будет, мне интересно. Так, ну, например, вот сюда мы внесем, да? Вот такую тему. Так, копировать попробуем сюда, мне кажется, да? Вот как-нибудь так вот. Ну, нет, мне кажется, это бред, да? Или как? Или как получится? Я просто вот точно не знаю. Ну, давайте попробуем, ладно, добавить. Пошел бы и нет. А копировать куда-нибудь сюда еще добавим. Такие, такой небольшой, знаешь. Как это называется? Это молния или что это вообще? Это какая-то царапина, мне кажется. Ну, чисто гелик поцарапали, как бы, ну, там, за 10 миллионов, как бы, там. Нормально, думаю, да? Так, копировать, получается, сюда. Вот так вот. Как бы на текст еще не будем тоже, как бы, вносить. Слушайте, это, знаете, такой минималистичный стиль, получается. Вот. Это вот, как бы, смотрится вроде как даже красивое, мне кажется, нет? Ребятки, небольшое включение. Я стал, получается, сейчас заниматься винилом. То есть, как бы, как вы уже видите, я начал что-то там, как бы, наносить. То есть, какие-то уже дополнительные элементы в виде, видимо, вот таких вот полосочек. Ребята, итоговый элемент, получается, итоговый, в принципе, результат выглядит вот так вот. То есть, я немножечко его доработал, потому что в конце ролика там, как бы, вот эти вот полоски, они были белые. То есть, я считаю то, что вот так вот в черном цвете это будет, ну, очень классно. И я считаю, что винил, правда, очень классно получился. Напишите, ребята, в комментариях. Ну, а сейчас я вас не отвлекаю. И идите, ребята, продолжайте смотреть серию. Мне кажется, я не колхозник. Или колхозник, все же. Так, ну, немножечко спецэффектов, так скажем, добавили. Как бы, так. Так, здесь, мне кажется, тоже нужно сделать что-то типа вот такого. Вот. Да, он на V8 Turbo, кстати, немного выходит. Так, мне кажется... Нет. Видите, я хочу, как бы, чтобы они по-разному все смотрелись. Поэтому давайте мы, наверное, вот так вот это сделаем. То есть, не будем повторяться. То есть, они, как бы, линии разные будут. Да, ну, примерно вот так вот смотрится. Угу. Вот. Ребята, в комментариях я жду обязательно, ребятки, оценку. Оценка нужна. Мне в любом случае, ну, как вы сами понимаете. Так, я же там что-то переверну, да? Где-то что-то переворачиваю. Где-то что-то лист... А, это сверчок, так скажем. Так, получается, нам нужно еще, наверное, внести... Тоже копирочку. Вот сюда, мне кажется, нужно сделать. Вот здесь немножечко. Так, скопировать и вот сюда. Вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Фару. Так, копировать и вот сюда. Последнее, что я хочу добавить, наверное, да. И пусть еще вот так вот на запасочке даже будет. Во! Парни, я считаю, что получилось не очень даже и колхозно, на самом деле. Напишите, ребята, в комментариях. Вот честно, как бы я не винильщик. А если испортил, мы уберем. Сохраним на всякий случай, да. Вот так вот примерно. Оп-оп-оп. Так, ну левая часть, конечно, немножечко пустоватая. Хотя можно еще опять же зайти. Будет, мне кажется, колхоз дальше. Да? Мне кажется, будет немножечко колхоз. Если мы пойдем сейчас дальше изменять что-то. Так, ну, у меня есть еще просто такая небольшая кровь, можно сказать, на самой аватарке. Она, получается, есть на самой буковке Мишаня там, то есть. Так, ну нет. Я думаю, что это будет, ребята, колхоз. Да. Я думаю, что больше ничего, в принципе, добавлять не нужно. Сохраните выйти. И давайте теперь на него посмотрим со стороны. Ребятки, честно, в комментариях буду ждать. Блин, ну они какие-то пятна. Вот кажется, то, что... Или это, блин, или это стильно. Я вот не могу понять, ребят. Ну ладно, я в комментариях обязательно буду ждать комментарий. Давайте, наверное, мы даже вот куда-то вот сюда заедем. Вот так вот на свет поставим вот так вот гелик. Получается Мишаня. Вот, все. Заглушите выйти, мне кажется. Так, все заглушил. Камхак перейдем. И вот так вот детально мы сейчас на него посмотрим. Блин. Блин, 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 блин. Блинский. Я просто свою работу не могу настолько оценить. Но в любом случае, ребята, посмотрите сами. То есть есть, конечно, вот такие вот детали. Такие вот сверчки. Теперь появились вот такие вот полосочки. В общем-то, друзья, жду вас в комментариях. Опять же, повторяюсь. Конечно, вот эти линии, они уже явно не с аватарки у меня. Они уже как бы по-своему придуманы. Но думаю, что это будет не колхоз. Вот. В первую очередь. Надеюсь, что это, ребята, не колхоз. Блин. Сложно. Очень сложно. Все, друзья. Я думаю, на этом я закончу свою серию. Хотел бы выразить огромное спасибо вообще всем, кто смотрит мой канал. Кто меня поддерживает. Кто помогает даже вот так вот забесплатно делать винилы. Но в любом случае, из-за винилы я как бы все расплачусь. Единственное, я вот не понимаю, что это за белые линии. Они же здесь, по сути, не должны быть. То есть, как бы... Не, серьезно. Их как бы не должно вроде как быть, да? Если я как бы не ошибаюсь. Мне кажется, их нужно будет закрыть потом чем-то. В начале серии, мне кажется, их не было. Да. Мне кажется, их не было. Ладно. Хорошо. Ну, ладно. Ребятки. Я думаю, изменю это я уже, наверное, вне серии. Честно. Погодите. Вот. Блин. Были ли эти белые линии? Мне кажется, не было. Что-то да. Мне что-то кажется, что-то где-то я себя сейчас обманываю. Так. Погодите. А, нет. Были. Белые линии были. Все. Все было. Так. Ну, ладно. А я думаю, если что... Мы, наверное, в будущем даже, если что, их перекрасим. Просто, наверное, даже лучше в черный. Лучше, мне кажется, в черный, чем в белый. В общем-то, да. Что-то они мне прямо начали глаза как-то мазолить. Хорошо. Ладно. Ими мы займемся, наверное, уже потом. Вне серии. Поэтому, друзья, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Да. Напишите как раз в комментариях вообще эти линии сделать либо красными в цвет гелика, либо черными. Либо их вообще убрать. Вот. Мне кажется, надо черные их покрасить. Мне кажется, их просто номинал забыл покрасить. Видимо. Ну, не знаю. Посмотрим. Все, друзья. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайки. Напишите комментарии. Обязательно подпишитесь на канал. И, друзья, обязательно нажмите на уведомление. Чем больше, друзья, у нас будет уведомлений, тем больше будут у нас просмотров в начале. Поняли, да? Момент. Все. Всех люблю. Всем спасибо. Всем до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.